Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наста. Я, наверное, напомню, кто, может быть, не слышал или не знает о том, что мое имя Анастасия, а Наста — это карельский персонаж из карельской нашей сказки. Я карельский блогер, и в своем блоге о еде, о карельской и русской еде я рассказываю и показываю старинные рецепты и какие-то новые рецепты, которые мы вместе с моими друзьями, с известными шефами-поварами нашего города придумываем, вносим какие-то новые коррективы, забытые старые блюда. Ну вот, прямо читая у вас все в глазах, вы смотрите все на мой сарафан, то есть у всех такой вопрос, что приперлось сарафане, зачем, для чего? Ну, многие на самом деле, это самый частый вопрос, а вы так все время ходите, то есть для чего и как? То есть я люблю, на самом деле, этот наряд мой любимый, и мои друзья, мои близкие часто дарят мне такие наряды, потому что я горжусь этим, и считаю, что мы на самом деле должны почаще об этом говорить, и вот как-то, ну, не смеясь как-то, не отпускать какие-то шуточки, когда мы слышим звук русской балалайки, там, а русская народная, там, или карельская какая-то. Это красиво, об этом нужно говорить, и особенно тем людям, гостям, туристам, которые приезжают в наш край, показывать вот именно в таком виде, чтобы хотелось купить, хотелось носить, хотелось сфотографировать. Я хочу сказать о том, что вообще, как возникла идея вести блог именно о карельской и русской кухне. Тема очень узкая, и она не сильно популярна в Инстаграме. Вообще-то, я выросла в семье, где преобладала и русская кухня, и карельская, наверное, в равной степени. Дом наш был очень хлебосольным, и это были не только какие-то такие добрые, хорошие застолья семейные, но обязательно все уходили всегда с подарками. Подарки, это были, конечно же, какие-то кулинарные блюда, какие-то соленья. И вот в моей семье то, что я видела в детстве, это были бочки, огромные 200-литровые бочки соленых грибов, помидоров, соленой рыбы. И обязательно-обязательно дедушка, кроме того, что угощался гостей, он давал все эти соленья в подарок. И у меня была такая давно мечта, с детства, вот солить точно так же. Вообще о бочках я хочу сказать, что у меня вообще в моем хозяйстве, я живу в загородном доме, ну, это совсем рядом с Петрозаводской, можно сказать, что в Петрозаводске. У меня в хозяйстве около десяток бочек, и для меня было очень важно, чтобы это были именно дубовые бочки, вот именно так, как у нас принято было в моей семье. Вообще тема такая непопулярна, и в Инстаграме, ну, я не встречала блогеров, которые пишут вот сами по себе, то есть они независимые, не чьи-то рекламные проекты, а вот пишут сами по себе и показывают, как они солят в дубовых бочках. Вот, это целое искусство, слава богу, что бандарное производство в России сегодня возрождается, и тема эта очень интересная, я вижу, потому что я всегда общаюсь, отвечая на вопросы своих подписчиков, и могу сказать, что вот продвигая вот эту тему в Инстаграме, показывая весь процесс, фото, видео, ролики, вижу, что есть очень большой интерес у людей вот именно к этой теме, и достаточное количество людей уже вот вместе солят со мной. То есть сегодня для того, чтобы попробовать соленые русские огурчики из дубовой бочки, не обязательно покупать вот эту огромную бочку, хотя у меня на самом деле есть достаточно большие объемы, можно купить и небольшую, какую-то пятилитровую, и вот сделать это себе удовольствие, потому что на самом деле это деликатес, и во многих известных ресторанах Санкт-Петербурга, Москвы сегодня дубовые огурцы, соленые огурцы по русскому рецепту из дубовой бочки, это настоящий деликатес. К сожалению, не всегда можно найти именно из дубовой бочки, нас чаще всего обманывают, предлагают какие-то там маринады. Я хочу сказать о том, что у меня в семье дедушка был рыбак, и блюда из рыбы, конечно, преобладали в нашей семье. Ну, это очень заметно по моему блогу, и чем, собственно, корейская кухня отличается от любой другой, что, конечно, наш край, это край рыбный прежде всего, и рыбные блюда преобладали. Хочу сказать о том, что вот сущик, вот даже это сейчас звучит, и многие даже не знают, что это такое, к сожалению. Те, кто вот даже живет у нас, потому что это маленькая сушеная рыбка, ну, будем говорить, это мелочь, да, в нашем понимании сущик это чаще всего корюшка. Но на самом деле, вот я езжу по разным деревням, селам нашей Карелии, да, и я разговариваю с местными хозяйками и выясняю новые-новые подробности. На самом деле сущикам считали любую мелочь, которую солили, допустим, в Беломорском районе это и Камбала, у нас больше всего это корюшка, и хозяйки для чего сушили эту рыбу, сушили в печах, и они, значит, использовали сущик для того, чтобы в какие-то постные дни, определенные периоды годовые готовить, из него очень простой быстрый суп, карельскую уху, так называемую, капорука. И когда-то, давным-давно, в советские времена, сущик на самом деле у нас был в производстве, и в петрозаводских магазинах можно прийти было его купить. На сегодняшний день такого производства нет. Бабушки, которые сушат, так, когда идет коряш и пути, они не сушат теперь уже в печках, да, но мне хочется об этом сказать и лишний раз напомнить, поскольку все-таки есть духовки, есть хозяйки, которые очень сильно увлекаются этой темой, и хочется какой-то экзотики, и они с удовольствием сушат сущик вместе со мной. Правда, я это делаю, у меня есть дровяная печь в доме, и они это делают вместе со мной. Я рассказываю, чем отличается он от вяленой рыбы, от соленой рыбы, от сушеной рыбы, и какие отличия, и в чем, собственно, суть. Мои блюда все готовятся в дровяной печи, я уже сказала, то есть это березовые дрова, и когда гости ко мне приезжают, я, конечно, их встречаю вот в этом самом наряде, и очень много вопросов, конечно, о самой печке, то есть я рассказываю о печке, показываю весь процесс, мы вместе начинаем ее топить, и мне очень важно, чтобы люди не только узнавали какой-то конкретный рецепт, да, то есть или это гости какие-то приезжают ко мне, или просто мои подписчики, то есть мой блог, наверное, не сколько рецепте, а обязательно вот о любви к своему родному храму, потому что я на самом деле могу честно сказать, я очень люблю Карелию, я очень рада, что я родилась в России, что у нас настолько самобытная, богатая культура, и огромное количество рецептов русской кухни, и карельской в том числе, которые забыты сейчас, да, вот я неспроста упомянула сущек, а в печке я готовлю обязательно в нашей посуде, которую создают наши карельские мастера, в частности, вот есть у нас такой умелец в Олонецком районе, в Олонце, то есть это самая настоящая Олонецкая глина, которая, он создает из нее вот эти вот удивительные горшки, тарелки, чашки, и гости, конечно, туристы сейчас очень избалованные, да, то есть когда они слышат Карелия, калитка и рыбник, это уже традиционно, никого этим не удивишь, но люди все равно едут, Карелия набирает все равно популярность свою туристов, и люди уже хотят приезжать в Карелию и увидеть что-то некое, то есть калиткой не удивишь, и ухой не удивишь, да, а ухай-сущика вызывает интерес, и когда они видят, что это не только вот по традиционному рецепту приготовленное блюдо, а еще в такой посуде, то есть у них сразу возникает еще куча вопросов, где это купить, то есть здесь еще у меня вы можете увидеть, ну вот можно чуть пониже, наверное, я недавно свой отпуск провела на море, но вы, может быть, удивитесь, я провела его на Белом море, ни на черном, ни на каком другом, потому что есть у нас такая удивительная деревня Нюхча, в которой собраны уникальнейшие рецепты поморской кухни, и просто приехать туда, это получить такой огромный багаж вот этих знаний, и, к сожалению, вот эти бабушки, которые там находятся, сейчас живут, ну вот им некому это передать, потому что дети, внуки находятся в других городах и особенно не интересуются, а в нашей национальной библиотеке очень маленький, вот буквально 3-5 книжек, если вы захотите поинтересоваться, да, вот рецептами карельской или поморской кухни, вы найдете 3-5 изданий, которые все хорошо знают, все затерты до дыр, а вот эти рецепты, которые вот в этом селе Нюхча, их огромное количество, и я очень рада, что я вот из этого путешествия своего привезла вот такую распечатку, мне вот передали прям бережно, я очень этим горжусь, что они доверили мне, поэтому я обязательно буду готовить эти уникальные блюда и показывать, потому что ничего подобного на самом деле вы не увидите даже в наших ресторанах, ну, допустим, жареный ягель, да, на самом деле этот жареный ягель я собираю в Беломорском районе, это уникальнейший продукт и на самом деле сегодня нам всем с вами есть чем удивить наших гостей, то есть, как правило, это очень простые блюда, они не требуют каких-то дополнительных соусов, корейская кухня, она очень проста, можно пролистнуть, вот вы видите мои дубовые бочки, и я еще хотела бы сказать о том, что для меня очень важно говорить и показывать, и готовить из продукции нашего местного производителя, то есть это очень круто, когда у нас на самом деле есть такие продукты, которые нисколько не хуже, чем импортные шпроты, и я обязательно об этом рассказываю, показываю, и люди очень интересуются, например, тут можно еще показать, вот эта тарелка с такой аппетитной ножкой, я надеюсь, куриной, на самом деле это, на самом деле вы, вот очень многие из вас любят итальянскую пасту, да, но в русской кухне есть замечательный ответ на это любимое блюдо, в том числе и в моей семье, ничего против итальянской пасты я не имею, очень люблю и готовлю тоже. Вот это наш русский ответ, итальянская паста, это русский такой вот старинный, старинный рецепт, называется суп-затируха, может быть, это не столь благозвучно звучит, как талиотели, да, или как-то фитучини, но тем не менее уникальнейший продукт, а суть его в том, что вот эта паста, которая содержится в этом супе, она готовится мгновенно прямо в ваших руках, то есть опускаются руки просто в смесь желтка и дальше сразу же опускается в муку и происходит вот такая затирка, да, то есть почему так и называется. Далее хозяйки просеивают и готовится такой вот очень быстрый суп, вкуснейший быстрый суп и я думаю, что нам есть чем гордиться на самом деле. А еще у нас Карелия, еще у нас Карелия, вот, может быть, не слышали, скорее всего, вы, может быть, удивитесь, потому что у нас Карелия выращивает настоящий фуа-гран, и поскольку мы общаемся с шефами, с поварами, мы как-то прошлым летом с шефом, с Русланом Побержиным, мы встречались и готовили фуа-гран, на самом деле люди привезли сюда в Сартовальский район, на самом деле настоящую французскую породу, мулард, утка, да, мы знаем, что фуа-гран можно получить только из этой породы, и попробовали вырастить, получить достойнейший продукт, и на самом деле мы приготовили, и это очень круто. Я думаю, что нам тоже есть, что рассказать людям и что показать. Хотела бы сказать о том, что вообще, вообще кулинарный блогер это очень супер популярная тема сейчас в Инстаграме. Кулинарных блогеров великое множество. С такими известными мы дружим, которые в России, вот, и, конечно же, мы обмениваемся опытом, статистикой, у кого какие охваты, у кого какие просмотры, потому что это важно, да, то есть можно хоть кусок золота, да, здесь приготовить, но если не будет вашей активности как подписчиков, никогда в жизни обо мне никто не увидит, потому что Инстаграм устроен таким образом, что он сам определяет по уникальности твоего блога, быть тебе в топе, по активности, значит, твоих подписчиков или быть на самом низу. Так вот я что хочу сказать, потому от того, насколько действительно блог уникальный, зависит вот лайки, охваты и все прочее. И даже если сравнивать мой блог, который вот, ну, я занимаюсь, я в Инстаграме меньше года, и у меня не такое там большое количество подписчиков пока что, в отличие от моих блогеров-подруг, которые тоже кулинарные блогеры, и у них там и 200 тысяч, да, то есть они там хорошо так давно уже сидят, но при этом мы смотрим, что мое сальце солененькое занимает больше лайков и охватов, чем их. Да, то есть смотрите, я о чем хочу, я о чем хочу, то есть простые вещи, вот это уха, про которую я говорил, почему не случайно о ней и начала говорить, то есть есть же запрос, то есть есть интерес, то есть людям интересно, а наша задача какая? Писать то, о чем интересно. Поэтому множество великое вот этих таких уникальнейших блюд, у которых, допустим, репный щи, щи, которые готовятся с добавлением репы. Кто их пробовал когда-нибудь из вас? Никто. Да, то есть это можно показать, и для меня важно показать это красиво для того, чтобы люди захотели это готовить, не просто, да, а чтобы это соответствующая была посуда, все было красиво снято. И вот можно еще. Вот это как раз фуа-гра, которую мы готовили. То есть я специально, когда мы это приготовили, показала шефам, с которыми я общаюсь, из известных таких ресторанов в Санкт-Петербурге, в Москве, то есть они удивились, то есть каким образом они, москвичи и Питер покупают это по бешеным ценам, и это перемороженный продукт, а мы сейчас сегодня имеем возможность, если захотим. Я не рекламирую никоим образом, но тем не менее, но это же здорово, что у нас есть такой продукт. Вот по поводу кулинарных блогеров еще хотела бы добавить, что на самом деле вот та активность, которая есть в еде, то есть ничего особенно придумывать не нужно. Вот просто говори о простых вещах и делай это хорошо, старайся делать это хорошо, и делай это от чистого сердца, и тогда, безусловно, все охваты будут твои, все лайки будут твои. И на самом деле очень дорогого стоит, когда люди пишут, что вот настолько трогает не просто рецепт этого блюда, я говорю о нашей старинной кухне, а именно то, что в каждый рецепт я приплетаю какие-то воспоминания из своего детства, какую-то историческую маленькую такую справочку, может быть, или какое-то упоминание, как это происходило. То есть вот это очень людей цепляет, и невозможно обмануть подписчиков. То есть если не видят искренности, ничего не будет происходить, хоть что угодно делай. Вот, еще бы хотела отдельно сказать, наверняка у вас вопрос, какое самое вот такое уникальное блюдо, можно чуть-чуть еще, сейчас я, какое самое уникальное такое необычное блюдо, которое вот пользуется спросом. Понятное дело, что у меня можно попробовать калитки не только с картофелем, с форелью, вот мы здесь можно остановить, с форелью, но также мы и сотрудничаем, я сотрудничаю и дружу с шефами, с которыми мы какое-то новое, какое-то дыхание старых, вернее, традиционным нашим блюдам придаем из забытых продуктов, допустим, калитки с полбой или калитки с репой. Мы вместе оттачиваем эту технику, что-то добавляем, что-то убираем, но тем не менее, на сегодняшний момент мне есть чем удивить моих гостей, предложив им чашку карельского чая из красивой посуды нашей местной и калитку, допустим, с репой. Ну вот самое такое блюдо, которое хит прямо уже долгое время, вот вы видите здесь такие белые баночки с ягодами сверху, рядом с самоваром. На самом деле, многие же из вас говорят и о полезном питании, о правильном питании, и все же вы бесконечно смотрите рекламу в телевизоре, как вам показывают, что вот там активия или какой-то другой йогурт, что они сквашиваются прямо в баночке. Так вот, перед вами на фотографии это одно из любимейших блюд Александра Сергеевича Пушкина. И появилось оно давным-давно, и раньше, чем активия и греческий йогурт. Это называется варенец. То есть я готовлю его каким образом? Наше карельское молоко я вытапливаю в дровяной печи, получаю топленое молоко. Топленое молоко сквашиваю в банке натуральной закваской, не из порошка, а самой обычной сметаной. Добавляется сахар, добавляется дальше все, что вы любите. Либо это карельские ягоды, либо это какие-то сухофрукты, либо это какие-то семена. То есть вот все гости, которые это пробовали, это самый популярный и самый любимый рецепт. И на сегодняшний момент очень многие хозяйки готовят его просто в духовке со мной и присылают мне свои фотографии. Вот я вас благодарю за внимание. Обязательно подпишитесь, пожалуйста, на меня, поддержите корейскую культуру.